Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Продал недвижимость или автомобиль, получил дорогой подарок, в налоговой напоминают о необходимости сдать декларацию. Напомнили правила оказания первой медицинской помощи и алгоритмы действия в нестандартных ситуациях. В Управлении Росгвардии начался зимний период подготовки военнослужащих и сотрудников к выполнению служебно-боевых задач. Зима – тяжелый период для птиц. Как помочь пернатам выжить и чем их можно кормить? Волшебный театр теней в Самарской библиотеке прошел спектакль «Снеговик-почтовик». В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова прошли проверки предприятий на предмет трудоустройства мигрантов, по итогам которых из страны выдворили 696 нелегалов, выявлено 2705 административных правонарушений в сфере миграции. Об этом стало известно в ходе заседания антитеррористической комиссии, которую провел глава региона. Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина рассказала, что только за ноябрь-декабрь прошлого года межведомственной комиссией по вопросам о внешней трудовой миграции проведены профилактические выезды к 92 работодателям, привлекающим значительное число иностранных работников. В ходе таких выездов рассматривается широкий круг вопросов от соблюдения требований законодательства до охраны труда. Параллельно ОГО МВД России по Самарской области были проведены выезды в рамках мероприятия «Нелегальный мигрант». Губернатор отметил вопрос сохранения межнационального мира и согласия касается всех территорий, муниципальных образований и всех ведомств. Разжигание межнациональной розни в стране – одна из главных угроз. Это подчеркивает и президент страны Владимир Путин. Не допустить этого задача и глав муниципальных образований и руководителей каждого ведомства. В Самарской области с 15 часов сегодняшнего дня до 6 утра 12 января ввели ограничения для движения маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, а также для организованных перевозок детей на автобусах. Как уточнили в региональном правительстве, это связано с сильным боковым ветром, снегопадом и ограниченной видимостью. Автомобилистов просят не пользоваться личным транспортом без лишней необходимости до установления благоприятной погоды. В Самаре продолжается ликвидация последствий повреждения трубопровода холодного водоснабжения диаметром 250 мм, расположенного на пересечении улиц Самарской и Вилоновской. Заявка ресурсоснабжающей организации ООО «СКС» поступила в 5.30 утра. В 6.30 бригада уже была на месте и перекрыла линию. Сотрудники оперативно передали информацию МП благоустройства для уборки наледи после подтопления территории. Автомобилисты были проинформированы о необходимости заранее планировать маршруты. Общественный транспорт временно направлен в объезд. Речь идет о трамваях маршрутов номер 5, 20, 20К, 22. Причина случившегося в районе дома 26 по улице Вилоновской была установлена сразу. Произошло повреждение на чугунной трубе, технологический отказ. Но пока причина точно не ясна, потому что сейчас все выясняется. Специалисты уже докопались до поврежденного участка. Скорее всего будет замена участка трубы. Сейчас на месте проводятся земляные работы. Ждут все необходимые материалы, после чего произведут замену участка трубопровода. В ближайших домах временно отключили подачу холодной воды. Для жителей работает бойлер. По информации о ресурсоснабжающей организации, ремонтные восстановительные работы планируют завершить до конца дня. Сегодня рано утром в Самаре произошел взрыв газа на улице Советской, дом 9, в результате чего загорелась квартира. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Погиб мужчина. На месте происшествия работали 21 человек. Как сообщили в администрации Самары, несущая стена в здании не повреждена, угрозы дальнейшего обрушения нет. Жителям сразу же предоставили автобус для обогрева. В школе 162 развернули пункт временного размещения. Многие уже вернулись в свои квартиры. Организована доследственная проверка инцидента. В Самаре приняли пакетные тарифы для оплаты проезда в общественном транспорте. Новые предложения доступны пользователям карты жителя Самарской области, тем, кто не относится к льготным категориям пассажиров, у которых есть свои тарифы. Действует 4 вида пакетов. 5 поездок за 170 рублей – 34 рубля за проезд. 10 поездок за 335 рублей – 33,5 рубля за проезд. 20 поездок за 660 рублей – 33 рубля за проезд. И 40 поездок за 1280 рублей – 32 рубля за проезд. Пакет будет доступен в течение месяца с момента оплаты. Самарцы могут подключить опцию в офисе объединенной транспортной карты на портале карт самрегион.ру или в мобильном приложении. Эти пакетные тарифы рассчитаны на разные категории пассажиров. И для тех, кто ездит часто, такой человек может приобрести себе пакет на 40 поездок. И для тех, кто, может быть, не каждый день пользуется общественным транспортом, но все равно можно взять вот этот маленький пакет на 5 поездок и по мере возможности в течение месяца их использовать, все равно при этом есть экономия. Подключается это все через мобильное приложение. Новые тарифы можно использовать только раз в месяц. Они будут действовать до конца марта этого года. Если опция будет популярной, то ее действия продлят. По карте жителя можно не только выгодно оплачивать проезд, но и получать различные скидки и участвовать в льготных программах 80 предприятий-партнеров. Это аптеки, культурные заведения, магазины, различные сервисы. В 2023 году карту жителя Самарской области получили более 110 тысяч человек. Оформить заявку на ее выпуск можно в офисах банков, в МФЦ Самарской области, в режиме онлайн и на портале проекта карт самрегион.ру и в мобильном приложении. А у тех, кто не пользуется общественным транспортом, выбирая собственный автомобиль, в морозную погоду свои заботы. Нужно сделать так, чтобы средство передвижения не подвело и смогло доставить до нужного адреса. Как ухаживать за своим авто в период резкого похолодания, расскажем в сюжете. Александр Захаров почти 30 лет за рулем. За это время пережил много разных зим. И теплых, и морозных, и снежных. Последнее время даже не знает, что такое холодная машина. Установил систему автозапуска, занимается своими делами и садится уже в прогретую машину. Но когда наступают сильные морозы, всегда запускает автомобиль самостоятельно. Вещь удобная, но все равно, когда сильный мороз, допустим, больше 30, конечно, лучше самому выйти, завести. Я завожу, я, например, дальний свет включаю, там, секунд на 10, чтобы аккумулятор маленько возбудился. Потом можно заводить. В сильные морозы водитель рекомендует обязательно запастись необходимым количеством охлаждающей и стеклоочистительной жидкостями, имеющих достаточный запас по морозостойкости. Советуют приобрести и размораживатель замков и хранить его дома или в сумке, а также следить за давлением в шинах. Обычно осенью меняешь резину, еще как бы тепло. Постепенно при морозах оно спускает, да, тоже надо проверять. К сожалению, даже все предпринятые меры не могут полностью исключить возможность каких-то случаев и инцидентов. Если машина не запускается на сильном морозе, самая частая причина – разряженный аккумулятор. Специалисты советуют всем старый аккумулятор заранее заменить на новый, а также заносить его домой и по возможности заряжать. В случае, если нужно быстро завестись, то попросить помощь у других водителей. Обязательно провода с собой возить. Желательно не дешевые, а чем толще, тем лучше и надежнее. Не всегда рядом может оказаться другой водитель, который придет на помощь. Тогда нужно обратиться к профессионалам. Мастера помогут запустить аккумулятор или заменить его, а также добуксировать до ближайшего сервиса в случае критических повреждений. За эти услуги придется заплатить от 500 до 2000 рублей. Именно так поступила и Любовь Беляева, когда однажды сама не смогла запустить автомобиль в сильный мороз. Мне пришлось вызывать дорожного мастера, который занимается именно тем, что достает и заряжает аккумулятор, ставит его на место за определенную сумму. Думаю, сама я бы не смогла, потому что достать аккумулятор достаточно сложно. Женщина, и он тяжелый. А если вы сами стали свидетелем, что кто-то не заводится или имеет другие проблемы, а вы можете помочь, то обязательно предложите помощь. Тогда решить вопрос замерзшего автомобиля будет проще. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, Константин Головин. События. В 2023 году с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк запустили 17 самарских ракет-носителей типа «Союз», рассказали в пресс-службе самарского предприятия. Эти ракеты-носители вывели на орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобороны России, спутники коммерческого назначения. В сентябре прошлого года корабль «Союз-МС-24» доставила на орбиту самарская ракета-носитель «Союз-2.1а». Участником годовой экспедиции стал космонавт Олег Кононенко. Знаковый пуск состоялся 27 июня с космодрома «Восточный». На орбиту отправили 40 российских и иностранных спутников. Одновременный запуск такого количества российских спутников стал рекордом в истории отечественной космонавтики. Последним запуском 2023 года стал старт самарской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником 21 декабря с испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. В управлении Росгвардии по Самарской области начался зимний период подготовки военнослужащих и сотрудников к выполнению служебно-боевых задач. Она проводится с января по май. По традиции, в первый день провели занятия по военно-политической подготовке требованием безопасности. Росгвардейцам напомнили правила оказания первой медицинской помощи и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, возникающих при несении службы защите от бытового травматизма, низких температурах, мерах профилактики и оказанию первой помощи при обморожении и переохлаждении. Прежде чем начать, мы доводим информацию о соблюдении требований безопасности при обращении с оружием. Далее мы будем проводить с ними непосредственно занятия по теоретической, практической подготовке, огневой и физической. Отдельной темой стали занятия по требованиям безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами. Эти занятия проводились на войсковом стрельбище регионального управления Росгвардии. Кроме того, росгвардейцам напомнили правила выполнения упражнений по огневой подготовке при стрельбе и стабильного оружия. Завершится зимний период подготовки итоговой проверкой, во время которой будет оценен уровень готовности личного состава управления Росгвардии по Самарской области, а также состояния боевой готовности, воинской дисциплины, вооружения и военной техники. В России стартовала декларационная кампания 2024 года. Представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, необходимо до 2 мая. Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн через личный кабинет налогоплательщика. Подробности о сюжете Елены Чернявской. Житель Самары Алла Бондаренко рассказывает, налоги платит своевременно. Сегодня пришла в налоговую инспекцию, чтобы уточнить, все ли в порядке с ее декларацией, которую она подала через личный кабинет налогоплательщика. Заполнить ее самостоятельно, говорит, труда не составила. Продала машину, получила доход, подала декларацию, вот пришла узнать, как все сложилось. Сказали, что все хорошо, всем советую, только через личный кабинет. Отчитаться о доходах также придется и тем, кто в прошлом году продал недвижимость, которая была в собственности меньше 5 лет. Получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал в доход от зарубежных источников. Также декларации должны представить индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, открывшие адвокатский кабинет. Уплата налога производится до 15 июля включительно. Узнать о том, нужно ли вам подавать декларацию, можно несколькими способами. Налоговая инспекция информирует через средства массовой информации. Подробная информация всегда в открытом доступе и на сайте ФНС России. Не представляют декларации по доходам, полученному в виде дарения, если это дарение произошло от близких родственников, то есть это родители, дети, бабушки, внуки, братья и сестры. Либо, если проданное имущество находило в собственности более минимального срока, то есть это 5 лет для недвижимости, которая была приобретена по договору купли-продажи либо по долевому строительству, и 3 года, если имущество было получено в дар. Если не подать декларацию в налоговую в установленный срок, а в этом году он заканчивается 2 мая, налогоплательщику будут начислены пени и выписан штраф. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Зима – тяжелое время года для птиц, но люди всегда приходят на помощь пернатам. Чем лучше всего кормить птицы, как сделать своими руками экологически чистую кормушку, расскажет Ксения Баканова. Знакомьтесь, Аркадий. Очень общительный и дружелюбный пеликан. Однако есть одно «но». Он в настроении только когда сыт. Сейчас ходит по клетке и стучит клювом. И это верный знак – пора кормить, говорит зоолог Юлия Доброва. У птиц в зоопарке первый прием пищи обычно в 9 утра, второй – ближе к обеду. Отходим, отходим. Я тебе туда вот брошу рыбу, давай, бросай. Не успела долететь. Да, он сейчас очень так активно кушает. По словам девушки, аппетиты Аркаши растут с каждым днем. Дело только в возрасте или просто разбаловали. Здесь остается только догадываться. А спросить нельзя. Точнее, можно, если понимаете птичий язык. Аркаш, ну все. Раньше у нас на показательных кормлениях мы Аркаше давали по одной рыбе в клювик. Ему это перестало нравиться. Может быть, он подрос, возмужал. И теперь ему надо, как в природе, набивать весь свой мешок горловой рыбы. И весь килограмм с лишним, кило двести где-то, он сразу пытается заглотить. Угощения достались и остальным пернатам. Утки и лебеди предпочитают смеси с картофеля, страусы, яблоки, куры, пшено. А вот совы сидеть в ожидании ужина не привыкли. Поэтому позаботились о своем пропитании самостоятельно. Трофеем одной из хищниц стала синичка. Что касается попугаев, то у них полная идиллия. Обед их мало интересует. Каждый занят своими делами. У кого-то сон час, а кто-то все наводит красоту. Ведь почистить перышки – дело святое. Корм в такую морозную погоду в кормушках должен быть постоянно не только у птиц из зоопарка. Не стоит забывать о тех, кто обитает в городе. В день пернатые должны съедать столько, сколько весят сами. Лучше чуть больше. Иначе верная смерть. Универсальное лакомство – семечки. Они богаты жирами и калориями. На втором месте по питательности – сало. Подойдет любое – свиное, говяжье. Главное, чтобы было не соленое и не копченое. Вечный вопрос – а можно ли давать птицам хлеб? Специалисты говорят – этого делать не стоит. Пищеварение птиц – оно не приспособлено переваривать хлеб. Они не умирают сразу. Но это вредит их здоровью. Поэтому этого делать не стоит. У доплавающих птиц также запаренными зерновыми смесями можно подкармливать. Туда можно добавлять листья салата, натертую морковь, мелко нарезанную рыбу. Но опять-таки нельзя, чтобы это все где-то лежало, тухло. То есть как-то надо корм давать так, чтобы он съедался. Но куда же положить угощение для птиц? Многие из нас за основу для кормушки берут пластиковую бутылку. Однако это не совсем безопасно для пернатых. Дело в том, что птицы могут порезаться об острые края конструкции. Но есть достойная альтернатива. Смастерить безопасную и экологичную кормушку просто. Для этого нам понадобится апельсин, любая прочная веревка и палочка. Разрезаем цитрус пополам и вычищаем мякоть. Далее с помощью палочки нам нужно сделать 4 отверстия на равных расстояниях. И последний этап. Берем веревку. Нам нужно 2 части. Отрезаем. И теперь вставляем в отверстия. И для удобства их нужно завязать. Вот такая кормушка у нас получилась. Теперь остается насыпать корм. У меня это семечки. Побольше, чтобы накормить всех. Наша кормушка готова. Эксперты отмечают, если начал подкармливать, не стоит бросать это дело. Важно поддерживать наших пернатых друзей. Они в долгу не останутся. И уже весной одарят нас красотой своих песен. Ксения Баканова, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События. Чтобы сердце и душа были молоды. Под таким названием в Самарском дворце ветеранов прошла традиционная концертно-развлекательная программа. Тема вечера – Старый Новый год. На танцполе собрались ветераны-гости серебряного возраста. Галина Топилина расскажет подробности. Морозная погода не помешала собраться на танцполе Самарского дворца ветеранов ценителям музыки и танцев. Нина Салманова – его постоянный посетитель. Состоит в любительском театре и старается не пропускать культурно-массовые активности, которые здесь проводятся. Это помогает не заскучать на пенсии, признается Нина Федоровна. Заряжаешься энергией, улыбки. Люди все такие позитивные. И в основном, конечно, сюда ходят люди, которые танцевали, наверное, всегда с молодости. И продолжают танцевать. Они уже не могут остановиться. По словам директора дворца ветеранов Ольги Барановой, танцевальные вечера – обязательная часть программы мероприятий дворца. Тематика и сценарий всегда разные. Неизменными остаются настроение и атмосфера на танцполе. В рамках этих концертно-танцевальных программ мы предлагаем разные варианты времяпровождения, досуга времяпровождения. То есть есть возможность послушать, потому что на наших программах участвуют и певцы, и вокально-инструментальные ансамбли, муниципальный духовой оркестр. Есть варианты, когда под шлягеры советской эстрады, современные шлягеры, наши участники, наши ветераны танцуют. Причем делают это всегда энергично, красиво, бодро. Дискотеки для гостей серебряного возраста в Самарском дворце ветеранов проходят каждую среду. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Волшебный театр теней. В Самаре в филиале библиотеки номер 9 показали спектакль «Снеговик-почтовик». Чем интересен такой формат, расскажет Ксения Баканова. Написали ребята письмо. Большое, без ошибок, с рисунками. И скорее побежали во двор снеговика лепить. История о смелом путешествии снеговика-почтальона по зимнему лесу. В Самаре в филиале библиотеки номер 9 прошел показ спектакля «Снеговик-почтовик». В основу постановки легла сказка «Елка» известного писателя и сценариста Владимира Сутеева. Все наши спектакли, они ставятся именно по каким-то определенным произведениям, которые учат добру. Ну и естественно здесь рождается интерес к чтению в дальнейшем, потому что совсем маленькие детки, они же не умеют еще пока читать. Гостями библиотеки стали воспитанники детского сада номер 49. Они увидели уникальное шоу «Теневой театр». Им рассказывали истории не актеры, а фигуры куклы, изготовленные из фанеры. Тут интересно, что тут не кукольный театр, а «Теневой». Я такого раньше не видела. Конечно, мне становилось немного грустнее, что нету буратино там, а знаменика такого. К встрече дети подготовились, сделали своими руками поделки и подарили библиотеке. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Россияне активно провели новогодние праздники. Какие занятия оказались в топе, в ходе опроса выяснили эксперты Яндекс.Путешествий. По данным исследования, 86% опрошенных россиян отдыхали внутри страны. При этом 16% предпочли активный зимний отдых на катках и горнолыжных комплексах. 35% респондентов выбрали пассивный отдых. Многие гуляли по городу, посещали музеи и рестораны. Почти половина, 49%, сочетали оба вида времяпровождения, отдыхали и в городе, и на природе. По результатам опроса, 57% путешественников сообщили, что им понравились природные достопримечательности. 53% участников исследования посещали экскурсии и самостоятельно изучали исторические города. Треть респондентов рассказали, что осмотрели ледяные пещеры и гроты. Экологические экскурсии привлекли 16% отдыхающих. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент транспорта Самары в телеграм-канале прокомментировал ситуацию со сбоем работы автобусного маршрута номер 47, которая произошла 9 января. Причины невыхода и технические неисправности. В целях обеспечения нормативной работы автобусного маршрута перевозчикам оперативно приняты необходимые меры. В результате 10 января из 30 автобусов на линию выведены 26. В ближайшее время будут приняты меры к обеспечению выпуска оставшихся 4 автобусов. Факт неполного выпуска автобусов на линию задокументирован. По итогам января перевозчику будет не в полном объеме оплачена работа маршрута. Кроме того, по данному факту будут применены штрафные санкции. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской сообщает о том, что президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года. Участие в нем могут принять не государственные, не коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Подробные правила есть на официальном сайте фонд культурных инициатив РФ. Там же заполняется заявка. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в связи с тем, что прожиточный минимум в этом году был увеличен, суммы выплат по такой государственной помощи, как социальный контракт, также выросли. Социальный контракт – это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела, развитию личного пособного хозяйства. Во время учебы оказывается ежемесячная помощь в размере 7916 рублей. После трудоустройства в течение трех месяцев выплачивается прибавка к зарплате в размере 15 833 рубля. Также выделяется до 30 тысяч на обучение. Можно оформить ИП или устроиться в качестве самозанятого кондитера, мастером ногтевого сервиса, парикмахером, портным. На развитие бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»